Всем привет, блинки! Добро пожаловать на канал Фоблинкс. Вопрос, который будет тревожить нас до конца этого года, а он заканчивается уже скоро, будет ли соло Розе в девятнадцатом? Фанаты ждут сольник еще с апреля, ведь по обещаниям оно должно было выйти после камбэка группы. В интервью, в прямом эфире, Роза говорила, что она готовится, а нам нужно лишь немного подождать. Yeah, I'm working on it, guys. I really am. I'm really excited. But I just want it to be perfect. And perfect doesn't mean just, like, the song in itself or da-dee-da. It also means, yes, of course, that's the very, very big part, but it also means, I think, timing. And there is the right timing for everything, and I don't want to rush anything, so I just want you guys to know that I am in full control of this, too. And, um, I want it to be, like, out there at the perfect time, at the perfect moment, when everything feels right. So, just know that, and please do not worry. Ну окей, мы подождали. Прошел год с выхода соло Дженни, а компания ведь любит выпускать работы Blackpink один раз в год. Но соло Розе мы так и не дождались. Нам обещали одно соло в год. Если соло Розе выйдет в 20-м, то соло Лисы в 21-м или 22-м, а Джису вообще в 23-м. Получается, к 30-ти годам у Джису выйдет первая сольная песня. Но все-таки небольшая надежда есть. В недавнем эфире «Чай Лисы» Розе спросила у фанатов, экзамены закончились, учеба подходит к концу, верно? Лиса добавила, просто смотрите нас и расслабляйтесь. Думаю, Розе задала такой вопрос, чтобы узнать, смогут ли фанаты смотреть, стримить и поддерживать ее, если вдруг ее соло выйдет в декабре. До этого Blackpink возвращались в летнее время, когда у зрителей было много свободного времени, и они могли уделять достаточное количество времени на посещение мероприятий, просмотры клипа, выступлений и шоу. Поэтому, возможно, этот вопрос Розе на трансляции «Небольшой шанс, что все-таки мы увидим соло до конца этого года». Раз уж мы говорим о трансляции, то расскажу еще о некоторых интересных моментах. Обе заболели, желаю им скорейшего выздоровления. Лиса спела часть песни «The Toys», после чего он выложил этот отрывок себе в инстаграм и подписал «Dead, dead, dead». «The Toys» — это тайский артист. До этого в одном из интервью Лиса говорила, что ей нравится его творчество. Еще один интересный факт из эфира — имена котам Лисы дала Розе. И девушки спели небольшой отрывок своего кавера на песню «Love». Последняя тема, которую мы с вами сегодня обсудим — камбэк группы. Недавно разлетелось очень много новостей о возвращении во второй половине этого года. Новостей было очень много, каждая группа распространила это, и многие блинки начали этому верить, хоть это была не точная информация. 29 ноября прошло мероприятие от Kia для фанатов Blackpink. Ведущий задал вопрос Дженни про возвращение группы, на что она ответила, что «Мы работаем, альбом будет в новом стиле». Также в этот день вышла статья на сайте «Жизнь.YG», где говорится, что началась работа над новым альбомом Blackpink. Не уточняется, каким именно. Я надеюсь, это не мини, а полноформатный альбом. Группе-то уже четвертый год пошел. Нет конкретной даты, но они намерены вернуться в начале 20-го года. С декабря по февраль пройдет тур в Японии. Думаю, уже с января они будут выступать с новыми песнями из нового альбома. Подытоживая все, камбэк и соло никакого урона компании не нанесут. Это наоборот будет плюсом. Чтобы YG вышли из плохого положения, потребуются козыри. И разве выпуск полноформатного альбома не является одним из козырей? Дело остается за YG. На этом у меня все. Всем see you later.